Вот часто у этих невротиков с разной симптоматикой есть ложное убеждение, что надо лечить симптоматику. И если симптоматика такая, то проблема имеет корни именно такие. Другая симптоматика имеет корни другие. Я разочарую вас. А может быть, я обрадую. Что симптоматика, вот этот адреналиновый выброс, это раскачивание вегетативной нервной системы у всех в основе своей одинаково. Но выдает, как говорится, там, где тонко, там и рвется. Выдает разное. Например, если вы никогда не знали о инфаркте миокарда, то вы никогда не будете болеть сердцем. Вы будете сраться. А если вы никогда не слышали про эпилепсию, у вас не будет от этого головокружения образ, что вы сейчас упадете в эпилепсию. Да, у вас будет повышенное сердцебиение. Да, у вас будет головокружение. Но выводы вы будете делать в зависимости от того, что вы вложили в свой неокортекс. В зависимости от этих убеждений, которые вы вложили. И вот часто психоаналитики начинают вкладывать свои убеждения. Вы такой, потому что дедушка ходил в трусах по комнате, когда вы спали. Ну, идиотизм. Фрейдиски и побасинки, которые Фрейд вообще никогда не был психологом. Так вот, нам нужно не это вкладывать, а нам нужно учиться, чтобы не раскачивать эту вегетатику. Чтобы эта вегетатика была немножечко крепче, как наши мышцы. Когда мы укрепим вегетатику? Когда мы сделаем экологию своего внутреннего мира без баобабов? Маленький принц, встали поутру, вырвите ростки баобаба. То тогда, тогда симптоматика может раскачиваться и должна раскачиваться. Когда бежит за нами звери или бандиты, мы убегаем. Или когда мы что-то предпринимаем, решением мы как бы активируем это. Когда адреналин выскакивает, я даже лучше вижу и без очков. И даже лучше и дуй, про колени не думаю, про суставы. Но это на пользу, на решение проблем. А невротик не решает проблемы. Он погряз в своих фантазиях и засирает свой внутренний мир. Он не экологичен, этот его внутренний мир. И в этом дерьме он погряз. Вот надо очищать внутренний мир. И очищать не того, чтобы туда вкладывать гадости, мерзости и всякие надуманные побасенки. А думать о том, как создавать чистый внутренний мир и вырывать ростки этих баобабов. Только помните, маленький принц предупреждал, ростки баобабов и ростки рос маленькими всегда похожи. Вот надо разобраться, чтобы не вырвать случайно росток розы и не оставить росток баобаба. Вот здесь я вам подскажу, вот здесь я вам помогу. И тогда ваша маленькая планета будет цвести, как розовый сад. И не будет баобаба, который может разорвать вашу планету, ваш мозг вдрызг. Подписывайтесь на мой канал, там много чего есть интересного, практического. А будут вопросы, обращайтесь по скайпу. Я знаю, как вам помочь очистить вашу планету от баобабов даже в виде ростков. На связи.